Удачно этот сбор, если пока что нету необъявленных соперников. Вы просто вызвали условно Головина, единственного легионера. Зачем он приехал? Из чего исходили в окончательном составе? Давайте еще раз. Не до конца, или вы понимаете? Давайте так. Сбор. Сказали, что сбор будет. Во-первых, до последнего, лелея надежду, что сборная Пакистана будет. То есть будет официальный матч. Мы не могли узнать, в понедельник будет игра, например, и тогда в понедельник только начать вызывать, чтобы в среду только все собрались. Заранее, естественно, объявили окончательный список, заранее, но максимально поздно, насколько это было возможно, объявили окончательный список, надеясь на то, что все-таки будет состоиться эта игра. Если бы игра, если игра не состоится, или на понедельник, седьмой, по-моему, число, не помню, число, какое было. Седьмого был отработан план «Б», так скажем, в котором есть сегодняшняя тренировка открытая для прессы. Есть посещение кинотеатра с просмотром фильма про Федора Черенкова. Есть открытая тренировка на «Динамо». То есть это план «Б». Если до этого времени не будет четкого понимания и подтверждения, что будет игра, ну, соответственно, тогда, значит, после открытой тренировки на «Динамо» все разъедутся. Максим Глушенков не доехал до сборной за травму. Вы говорили, что вы его вызвали, потому что хотели с ним поговорить. Так как он не доехал, был ли, может быть, у вас диалог по телефону? Нет, не был. По телефону не хочу. Завтра это неоткрытая тренировка для болельщиков. Как это будет выглядеть? Как вы себе представляете? Может быть, что-то готовить, какую-то двусторонку, интересно? Или это будет по большому счету все то же самое, что мы сегодня видели здесь? Ну, примерно то же самое, да. Опять же, я надеюсь, что до завтра будет понятно, понятно, все-таки состоится матч или не состоится. Поэтому, в зависимости от этого, тренировка тоже поменяется. Игорь, хочу к Глушенкову вернуться. Допустим, на ноябрьский сбор вы его вызываете. Он приезжает, у вас происходит диалог. Вы ему спрашиваете, хочешь ли ты играть за сборную? Если он говорит, хочу играть, но только когда нас вернут. То есть такая позиция, если у него будет. Это позиция. Двери в сборную после этого будут закрыты? Потому что странно, и ты не хочешь играть в товарки, но хочешь играть официально. Ну, в общем, может быть. Принимаю такую позицию, но это честно хотя бы. А, то есть примите. Это честно, это нормально. То есть, ну, когда будет официальный матч, я очень хочу, я буду выкладываться на 500 процентов. Почему нет? Ну, как что? Не очень патриотично. Ну, это, послушайте меня, я тренер сборной или политик? Нужен результат. Тренеру сборной нужен результат. Каким бы я политиком не был, если результата не будет, у меня тоже не будет сборной. Правильно? Какие задачи Валерий Георгиевич поставил на этот сбор, если пока что мне соперников не объявили? Да, конкретных задач нет. Если будет соперник, то, опять же, надо играть, выигрывать. А пока просто тренируемся, ну, и ожидаем игру. Наверняка вчера читал все вот эти слухи про возможный матч с Пакистаном, там, с неофициальной сборной Пакистана, со сборной клубов Пакистана. Какая реакция у тебя была на эти все новости? Да, я, честно говоря, не в курсе по поводу там официальной, неофициальной. Это я вот перед тренировкой мне кто-то рассказал. Пока толком даже, ну, никакой реакции особо нет. Даже не думал особо. А как ты относишься к разговорам, возможно, там, сыграть с медиалигой, там, да, разговаривание? Медиалига прям активно предлагает сборная России, ты вот так открещиваешься? Ну, честно говоря, мне, ну, мое мнение, чтобы играть с медиалигой, мне, ну, не очень нравится эта идея. Мы уже видели, уже примерно месяц обсуждается несколько недель слова Максима Глушенкова про сборную, про то, что потренироваться с легионерами в «Зените» ему кажется более, может быть, лучше, чем поехать в сборную и ехать в Ханой, в Вьетнаме. Что думаете, может быть, слышали об этих словах? Что думаете? Вот только вчера мне об этом тоже рассказали, я тоже это не слышал, не читал, тоже вот с пацанами разговаривал и, ну, вообще, я, ну, я с ним не согласен в любом случае за сборную. Когда приходит вы за сборную, ты должен ехать в сборную, там, и никаких мыслей таких не должно быть, что это сборная твоей страны, но это его мнение, там, то есть это имеет место быть. Многие футболисты, которые в последний год играли с вами за сборную, отмечали всегда, что вы на выграх и тренировках уделяетесь там, ну, особой скоростью и интенсивностью из-за практики в Европе, а вы себя ощущаете, что сейчас, ну, вы жених в этом плане из-за того, что они не играют в Европу? Ну, просто есть ощущение того, что интенсивность на тренировках выше в клубе, чем в сборной, это точно присутствует, ну, а, в принципе, если брать там в каких-то технических моментах, даже вот взять сегодня тренировку, у нас, в принципе, очень много достойных игроков. Поднялась большая дискуссия у нас в России по поводу опросов ЦО. Компания-то занимается опросом населения, и они сделали вывод, что интерес к кубболу в России упал. Я вообще не в курсе, про что вы говорите. И со стороны, из Франции, когда, например, ты находишься там, ты можешь сказать о том, что интерес сохранится на том же уровне? Я не могу сказать, я не знаю, честно. А по играм сборных, когда видишь, что... Да, но мне кажется, что и по играм сборных, даже вспомните, если Сербию, когда я играл, или, например, в Волгограде с Кубой, то было очень много народа. А из более-менее реальных сборных взять, вот у тебя бы спросили, что у меня его топ-1, с кем бы ты хотел сыграть, кого бы назвал? Ну, я бы назвал Сербию, наверное. Из более-менее реальных, да? Да. Ну, Сербию. При том, что этот матч уже был? Да, в любом случае, да. Ты сказал о Батракове, и, например, когда его старт сезона, да, его игру, и то, что он произвел яркое впечатление на старт сезона, комментировал президент РПЛ Александр Александровича Лаев, он сказал, что видит некие сходства с тобой, по тому, как резко начал, по каким-то игровым моментам. Ты видишь эти параллели и можешь сказать, в чем вы похожи, если это есть, и в чем вы совершенно разные? Я, честно, почти не смотрел, то есть, старт чемпионата нашего, то есть, только, наверное, обзоры где-то и какие-то голы, то есть, полной игры ни одной не посмотрел, почти ни одной команды, если в прямом эфире добрать, например, то тяжело, наверное, сказать, я его только два дня, по сути говоря, видел на поле и уже, ну, в принципе, за два дня видно, что, ну, какие-то сходства, я думаю, что да, есть, плюс, ну, как минимум по позиции. А ты вот ощущаешь, что в сборной ребята к тебе тянутся, то есть, они на тебя смотрят, как на человек, который уехал, который сильно вырос в уровне, который играет совсем другой интенсивности и так далее. Ну, я точно заметил то, что люди больше хотят уехать в Европу, то есть, больше желания. Насчет тянутся, не тянутся тяжело сказать, а по поводу того, что у многих возникло, ну, как больше желания, наверное, у большинства людей уехать, например, играть в каких-то топ-клубах и расти как-то, то это точно. Вы играли с Соболевым на миллион, он, соответственно, выпады проиграл, должен был перевести. Ну, там длинная история, я не совсем хотел бы рассказывать об этом. А уровень Соболева в Доте? У тебя, как я понимаю, 4000 ммр, у него побольше, поменьше? Ну, поменьше чуть будет, да, но ненамного. Послабее? Чуть-чуть, да. А как партнеры по команде в Монако относятся к твоему увлечению стримами и прочее? Мне кажется, что европейских футболистов это не очень, да, как бы с вами... Да нет, почему? Много же там европейских, ну, не в моей именно команде, а там разных там футболистов стримят. Ну, да, 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 то есть это, ну, типа, как играют в Европе или играли, да, например, если взять, то... А так, ну, они больше играют там PlayStation, понятно, они, в принципе, не знают, что такое компьютер, только для них это только, наверное, какой-то рабочий инструмент на работе где-то в офисе, и для них это странно. Развешение карьеры, понятно, что далеко, но если тебе сейчас предложат, что скажут, после завершения будешь стримером, выведёшь блогинг полностью, такой местный папич, согласился бы? Сложно сказать, ну, наверное, только стримером нет. Только стримером нет? Нет, наверное, только нет. То есть я мог это бы делать ради развлечения какого-то или просто провести время там как хобби, но не как работа, наверное. Ну, в Монако такой кажется рай земной, а вот бывает такое, что в Монако чего-то не хватает родного, того же Калтана? Ну, естественно, не хватает, в принципе, не то, что Калтана, там, а даже когда приезжаешь в сборную, то есть родного языка не хватает, там, поговорить, ну, на своём языке, на удобном для меня, и, то есть менталитета нашего не хватает, то есть там всё равно другие люди, они неплохие, но просто другие, поэтому, наверное, этого. Если что-то материальное, вот три вещи, которые ты переписал из России в Монако? Материального, да такого, наверное, нету ничего. Наверное, только можно там скучать по какой-то еде, там, по, так же, как он Сафон говорил, по борщу и так далее, там, пелеменям или что-то такое. А все именно с теми, кто вот с россиян, спортсменом тоже в Монако, вот какой-то у вас есть, там, тот же Медведев или... Ну, с Медведев, да, мы там виделись тоже несколько раз, но там мы не прям как-то дружим, то есть я ходил там на его матчи, он тоже на наши, наверное, ходит. Потому что в каждой стране, у каждого народа есть какие-то свои привычки, обычаи, вот что-то такое. С чем самым необычным ты столкнулся во Франции, ну, в бытовом, да, в каком-то плане? И, может быть, были ситуации, когда ты сделал что-то привычное для россиян, а во Франции это как-то не поняли и возникла такая неловкая ситуация. Было такое? Я, наверное, вспомню только, когда они здороваются, ну, например, там, мужчины с мужчиной, они могут друг в щеку поцеловать, то есть для них это как бы нормально, то есть поцеловать, но, типа, сам, ну, когда я на это обратил внимание, типа, это было как-то странно для меня, но сам, типа, такого я как бы... Тебя пристричит, да, поцеловать? Нет, нет. Как вы узнали об окончательном составе и знали ли вы заранее, что соперников не будет? Ну, пока что, пока мин не объявили. На самом деле не помню, как узнал, а сборная выставила окончательный список, увидел свою фамилию и также следил, с кем будет матч и будет ли вообще, так что, как-то так. Сейчас уже вам говорили, к чему готовиться в этом плане? Ну, готовимся, будет матч или нет, а так тренируемся, мастер-класс будет, тоже приятное и полезное дело, я считаю, поэтому в любом случае проведем сбор с пользой. После прошлых сборов Мартин Глушенков дал интервью, не знаю, видел, наверное, ты видел статус про сборную его, да? Какое вот у тебя личное отношение, что вот мне лучше с Венделом и Калугини, чем с Пакистаном и Вьетнамом? Моё отношение к сборной, я сюда-сюда приезжаю с удовольствием, рост на играх сборной на Евро 2008 года, поэтому для меня это такая большая честь приезжать сюда, поэтому я с удовольствием сюда приезжаю, здесь отличная атмосфера, так что... То есть с Максом не согласен? Я приезжаю сюда в очередь. Сильно следили за вот этой ситуацией, с поиском соперника для сборной России, как вообще отреагировали на то, что вы до сих пор не знаете, будете ли с кем-то играть? Ну, меня вызвали первый раз, вот первый раз я тут, поэтому, если честно, наверное, не ко мне вопрос, потому что, ну, я рад вот как бы оказаться, мне есть что доказывать, поэтому мне без разницы, с кем играть, даже если бы не было игры, все равно мне приятно, что я оказался тут. По поводу адаптации в сборной, я видел то, что там, в отличие от ребят, там, Мусаева, Садулаева, ты был в кругу с более опытными ребятами, то есть не с новичками, а там был в кругу с Пеняевым, с там, ребятами из Ростова, с Локомотива, там, ты более общительный, или почему там не в кругу там с новичками, а сразу вот к старичкам сборной? Да, я думаю, там никто так не выбирал, то есть не раскидывал там специально как-то, но вот просто так получилось, в целом я сам по себе коммуникабельный тоже, но вот, не знаю, наверное, так получилось, что закинули в круг, где более опытные игроки. Виталий Витальевич, объясните, почему именно эти четыре вратаря на этом сборе? Ну, здесь как раз все просто, и, как тут раз играл, у нас обойма основная уже появилась, за эти три года, были разные периоды, мы говорили, где первый, где не первый, вот сейчас у нас пятерка вратарей уже сформировалась, такая обойма, а получилось, почему четверо, потому что Матвея не стали вызывать, и, естественно, что вот эта четверка, она осталась. Почему не стали вызывать Матвея? Ну, потому что не было известно, будет ли матч. Вот, и до последнего, говорил Матвею, как что-то будет известно, сообщу. Но сами узнали в последний день, последнего тура, поэтому, естественно, уже написал, что ему не надо приезжать. Повлиял ли на не вызов Сафонову как-то его личная ситуация? Говорят, что могут быть проблемы с тем, что потом вернутся во Францию. Вы как-то это учитывали, или вообще не обсуждали? Мы это вообще не обсуждали. Когда мы последний раз общались с Сафоновым, как он вообще сейчас в Пассажере чувствует себя? Матвея чувствует себя хорошо. Матвей чувствует себя очень хорошо. Потому что, когда он туда ехал, например, сам, я бы только мечтал, чтобы он уже в начале этого сезона уже начал играть. Думал, что этот период продлится дольше, период адаптации, период, когда ему или доверят, или так сложатся ситуации, что будет играть. Там ведь есть еще один сильный вратарь, испанец, который стал олимпийским чемпионом. И тренеры там испанцы, и это тоже надо было понимать, что могли предпочтение отдать своему соотечественнику. А все вот так сложилось, что времени прошло немного, а он уже сыграл несколько игр, сыграл добротно, сыграл без ошибок, и уже какой-то фундамент себе на будущее заложил. Я имею в виду фундамент доверия со стороны тренеров. Так что у него все в порядке. Переписывались вчера, созванивались до этого. Вы сказали, что в сборной появилась обойма вратарей. Да. Из пяти человек, четверо, которые были вызваны на этот сбор, плюс Матвей Сафонов. Правильно ли я понимаю, что нам не стоит ждать новых лиц на протяжении этого сезона, как было с тем же Латышонком, которого вы сказали, что он стал вызваться в сборную только после целого сезона? Хорошо приведет. Конечно, стоит, потому что ситуация меняется. Потому что, я же подчеркнул, что это на сегодняшний день. На сегодняшний день. То есть за три года, вот на сегодняшний день так сложилось. А если вы вспомните, за это время вызывались 12 вратарей было в сборной. И больше половины успели сыграть за сборную. Нет, это вот на сегодняшний день так сложилось, что вот они все играют в чемпионате хорошо, возьмите любого за четверых. Вы сами об этом пишете, что все четверо играют здорово. Это нет еще Никиты Хайкина, нету Матвея Сафонова, которые тоже хорошо там играют. И те вратари, которые сейчас играют, ну, конечно, они все на примете, они все на карандаше. В любой момент может что-то поменяться. Я бы наоборот хотел посмотреть кого-то здесь в работе, вот на этом поле, живьем, кого-то из ребят, которых не видел. Я бы очень хотел. Нет, эта ситуация меняется. Можно назвать нынешнюю ситуацию, Виталий Тальчич, расцветом вратарской школы? В точку. Просто в точку. Просто только об этом недавно говорили и думал об этом, что сейчас столько вратарей и так хочется, чтобы они развивались. Они развиваются, несмотря на то, что в Еврокубках не играем, нет международных игр, они растут. Вообще уверен, что когда мы вернемся в Европу, мы вернемся более сильными. Я имею в виду вратарской школы. Уверен, что все вратари, которые будут в первых же играх международных участвовать, они все будут играть хорошо и будут высокого уровня. В этом есть парадокс? То, что у нас нет в Еврокубках, но вратари конкретно стали сильными? Нет, я не вижу здесь парадокса. У нас школа растет сама по себе здесь внутри. Я говорю, вспомните Англию, когда их там на много лет отлучали от футбола, они вернулись и стали всех обыгрывать. Я считаю, что тот процесс, который он идет, его не остановить, он развивается. И как только нам дадут сыграть, я думаю, все увидят, что школа, еще больше людей увидят, что школа у нас стала сильнее.